МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 7 дней. В студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поднята планка до того уровня, где второе место расстынивается, как провал. В зените славы. Казанский волейбольный зенит празднует победу в клубном чемпионате мира. Как это было? Самое главное, нужна именно слаженная работа на местах. Новый руководитель в Совете муниципальных образований Татарстана. Какое наследство досталось экзаму Губайдулину и как он сам видит муниципальную реформу? Расскажем. Историческое соглашение. Компания «Сименс» берется построить в Нижнекамске суперэлектростанцию. О проекте и не только. В эксклюзивном интервью для программы «Семь дней» Рустам Миниханов. До Нового года ровно неделя. Нас уже охватила приятная предпраздничная суета, люди в хорошем настроении и, честное слово, огромное желание говорить только на позитивные темы. Увы, не всегда это возможно, но начнем мы эту программу «Семь дней» с приятного. Тот случай, когда радость и гордость действительно распирают. «Зенит» чемпион. Наши волейболисты лучшие в мире. И несмотря на оказывающуюся легкость победы и звездный статус нашей команды, это было сложнейшее испытание для казанского клуба. Да, в последние два сезона «Зенит» Казань практически штамповал победы во всех турнирах, в которых участвовал, за исключением клубного чемпионата мира. Причем в прошлом и позапрошлом году мы играли в финале, но тогда наших волейболистов в шаге от триумфа остановили бразильцы. Но надо знать Владимира Олеговна и его команду. Команду победителей. Как ковалась Великая Победа, в чем феномен Олеговна и его ребят, и как дальше мотивировать команду, если все последние годы ты и так в «Зените славы». Светлана Спирина расскажет все подробно. Перенес огромный стресс, прежде всего. Стресс, который не хотел, чтобы я его увидел кто-то другой. Этот момент, которого мы не могли никак достичь, для нас это было откровение, удивление. Предыдущие поражения были очень обидные. Тренер, который до турнира может обещать результат или уверен в результате, шарлатан. Это все они скажут после, а мы вернемся в прошлое. Итак, за несколько дней до обладания мировой короной в волейболе. Здорово, ребят, как дела? Вот так, как вы добрались до больше сквозь. Скажу, что мы счастливы находиться здесь. Нам в этом году не нужно так далеко добираться. Мы имеем огромную честь разделить этот турнир, который до сегодняшнего дня был нам не под силу. Сил хватило, и праздник состоялся. Именно в Польше, а не в Бразилии, где грозная вершина не покорялась несколько лет. Принципиального соперника, что дважды останавливал путь зенита к мечте, Сада Крузейра сделали еще в полуфинале. В решающем взяли верх над итальянской Луби Чевитанова. В итоге, с шестой попытки Олегна и команда стали обладателем казавшегося недостижимым мирового трофея. Должны же все понимать, что «Зенит» – это такой клуб, где каждая игра, каждый матч обязательно должен быть победный. Победа на клубном чемпионате мира стала для «Зенита» 38-й. в списке всех титулов и наград за всю историю команды. Впрочем, этот год для клуба самый рекордный. «Зенит» выиграл все официальные турниры, в которых участвовал в 2017-м. Сегодня команда одновременно владеет всеми пятью главными клубными трофеями. Только за две недели до клубного чемпионата отпраздновали победу в борьбе за Кубок России. Пока СМИ соревнуются в самых удачных заголовках материалов о клубе, тут и «Зенит» приподнял первое место, и феномен Олегна, и все кубки у Казани, команда уже прошла и эйфорию, и послевкусие. И меньше, чем через двое суток приступила к тренировкам. Впереди – Лига чемпионов. В декабре – 12 матчей. Сегодня, впрочем, больше вопросов не об играх, сериях и титулах, а о том, в чем феномен «Зенита». Вирус жажды к победе, также, вижу, отдают и понимают, для чего приходят сюда, в этот клуб. Здесь непросто, очень тяжело работать, жить в этом клубе, потому что поднята планка до того уровня, где второе место расстынивается, как провал. Сильный, жаждущий всегда победы, ненасытный, наверное, что самое важное, можно даже сказать, что в какой-то степени жадный. Можно своеобразными девизами, как не отступать и не сдаваться, как один за всех и все за одного. Владимир Олегович часто цитирует Владимира Высоцкого. И главный вопрос к нему – выше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. А если бывал – на всех. Теперь их можно только повторить. Что дальше? Как мотивировать команду? И чем мотивировать, когда все высоты покорены? И он отвечает снова словами Высоцкого – лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз. Поверьте, здесь побеждать не устали. Быть двукратным чемпионом мира Север-клуба – это намного престижнее, поэтому этому мечтаниям предела нет. В этом и есть разница. Наверное, супер-клуба от клуба однодневки, если так можно сказать. То есть та команда, которая случайно или просто на данный момент времени была хорошо готова, забрала какой-то трофей и полгода на нем сидит и ни о чем больше знать не хочет, то «Зенит», «Казань» – это другая команда. Владеющий миром теперь лучший тренер мира. Владимир Олег на победной поступью встречает свой юбилейный сезон. Десять лет у руля самого лучшего клуба планеты. Поражение за эти годы можно пересчитать по пальцам, а для побед с трудом хватает места под сводами центра волейбола. В моих командах не бывает звездной болезни. Олег на часто говорит об этом. Похоже, это касается и его самого. И в этом тоже характер команды. За этим, словом Олег на стоит команда, стоят игроки, и вы знаете, что делают результат игроки. И не нужно здесь быть боссом величия. Они делают. Поэтому если я в этой команде, то у меня это показатели счастья. Феномен команды – это Олегна, говорят сами игроки. Олегна для этой команды большой босс. То есть я думаю, чтобы управлять теми игроками, которые находятся последние 10 лет в этом клубе, а это всегда громкие имена, это всегда звезды, это не всегда очень легко и просто. Владимир Романович – хороший психолог и мотиватор. Вот, ну, не секрет, наверное, много говорят, что, ну да, Зенит, Казань, Газпром, там купили все, много игроков, но очень много, наверное, даже намного больше примеров, когда есть возможности клуба, но нет результата. Чествование в стенах родного центра волейбола состоялось перед матчем «Зенит-Казань-Берлин», что открыл Лигу чемпионов. Поздравить лучших на планете пришли президент Республики Рустам Миниханов, президент Федерации волейбола Фарид Мухамедшин, генеральный директор «Газпром-Трансгаз-Казань» Равкат Контюков и министр спорта Владимир Леонов. «Благодаря нашим героям сделали в Казань лучшая команда в мире по бою». «Огромные слова благодарности спортсменам, нашему тренеру и его органам». Один из основателей «Золотой команды», руководитель аппарата президента Республики Татарстан Асгат Сафаров по этому случаю был в генеральском кителе. Если вспомнить историю, то появился лучший клуб на планете в 2000 году решением МВД Республики на базе УВД «Казани». Команда, созданная с нуля, за 17-летнюю историю удивляла не раз. Сегодня они вписали свои имена золотыми буквами в историю российского волейбола и, возможно, уже навсегда заполучили статус самой титулованной спортивной команды Татарстана. Их не догонишь. От вируса побед «Зенит-Казань», похоже, не излечить. Если и будет вспоминать этот период когда-то, я думаю, что назовут мою фамилию. Это для меня дорого стоит. Светлана Спирина, Андрей Мохов, Роман Безменов. 7 дней. Такой победный спортивный аккорд, конечно, добавил радостных эмоций всем нам. Но жизнь продолжается. И жизнь – это всегда череда побед и поражений, взлетов и падений. Нам, естественно, хочется, чтобы удачных моментов было больше, хотя не стоит забывать, что без неудач не бывает общего успеха. Общий тренд, он в республике, вне всяких сомнений, в целом позитивный и поступательный. Об этом в очередной раз напомнил на этой неделе Рустам Миниханов на традиционной предновогодней встрече с журналистами. Нашу редакцию на ней представляла Ильзира Юзаева. Она поделится своими впечатлениями. Как известно, жизнь – она как зебра в черно-белую полоску. Так вот, и этот год в Татарстане, несмотря на все успехи в социально-экономическом развитии, жителям республики преподнес немало неприятностей. Крушение крупных татарстанских банков, перманентная ситуация с обманутыми дольщиками и решение сложного и весьма щепетильного языкового вопроса. Безусловно, журналисты в первую очередь интересовали эти актуальные, так называемые, народные темы. По словам Рустама Миниханова, решение многих проблем – это дело времени. К примеру, в помощь обманутым вкладчикам и дольщикам в Татарстане будут работать специально созданные с этой целью фонды. И это говорит о том, что так внезапно нагрянувшей бедой никто не останется один на один. Мы эту тему не сбросили, мы с этой темой не ушли, потому что это наши татарстанцы, предприниматели, население, как бы кто бы ни говорил. Я думаю, что благодаря этому фонду мы минимизируем их потери, потому что там есть суммы, которые очень большие, люди рисковали своими деньгами, есть суммы, которые не очень большие, но очень судьбоносные для этих людей. Было заметно, что многие поднятые вопросы и темы президенты, как говорится, затрагивали за живое. К примеру, то, что касается развития малого и среднего бизнеса. По словам Рустама Миниханова, за новое дело могут взяться только сильные и смелые люди. Особенно в нашей стране, где административная нагрузка на бизнес очень велика. Вот наши отношения, власти, контрольно-надзорных органов, вот он, Бог, ему дали права от государства, он может оштрафовать тебя, он может обанкротить тебя, одним своим решением закрыть тебя, да. Из-за того, что дверь была неправильная, значит, они закрыли. А сколько людей, значит, остались без работы и какие кредиты компания взяла, значит, кто это будет покрывать? И угрызения совести нет, даже не думают. И, к сожалению, некоторые наши главы тоже это еще не понимают. Поэтому, пока мы не изменим свое мнение и не будем поддерживать разными формами. И все же благополучие и благосостояние людей напрямую зависит от того, как будет развиваться экономика Татарстана. Прогнозы на 2018 год весьма оптимистичны. Это и новые инвестиционные проекты в нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях. Стабильной ситуации в нефтедобыче. По словам президента, в 2018 году будут реализованы 38 программ. Это и программы по строительству новых дорог, социальных и культурных учреждений. Но Мениханов даже пожурил журналистов, что СМИ, как правило, больше интересуют проблемы, нежели положительные примеры из жизни, которые, к слову, сплошь и рядом. Немного позитивных вещей, большие дела делаются. Вот были в поликлинике, там, самая большая поликлиника, 44 тысячи человек в Альмитерске. Был вообще там, стыдно было загарить, сегодня современнейшее здание. Детские поликлиники рядом, они три поликлиники сделали. Это туда же люди, каждый ходит. Журналистов интересовали вопросы создания мультфильмов на татарском языке и отношения президента к музыкальному проекту «Узгарежжиле. Ветер перемен». Мениханов парировал, а вы-то сами, что об этом думаете? Какими бы вы не были аргументы оппонентов, которые звучали еще в первом сезоне этого национального проекта, по словам президента, сегодня ясно одно. Богатая вокальная культура татарского народа должна выйти на новый качественный уровень. То, что у нас есть, базовое, то, что у нас есть, это наше богатство, мы его никуда не... Но с этой базой мы никуда уже дальше Татарстана и тех татарских поселений не уйдем. Мы теряем молодежь. Молодежь немножко... Они с возрастом потом возвращаются, но молодежи надо дать тот контент, который им нужен. Вот то, что мы делаем, но и на самом деле у нас же достойные произведения, достойные исполнители. Как сделать, как их вывести на новую орбиту? То есть для этого нужны серьезные вещи. Мы идем вперед, но сам уровень уже, я считаю, что неплохой. Ну и напоследок, какие ассоциации с детства возникают при слове «Новый год»? Рустам Мениханов ответил сходу. Самое яркое воспоминание с детства это... Новый год это мандарины. И сегодня я сразу съел этот мандарин. Потому что это вот ассоциация моего детства и Нового года. Значит, это обязательно в каждом доме, значит, елка должна украшенной быть, ну, какой-то праздничный стол. Тогда такого разнообразия не было, но обязательно на Новый год привозили в нашу деревню мандарины. Поэтому мандарин, остался запах мандарина. Я даже понюхал, пахнет ли мандарином. Сразу съел. Ельзира Юзаева, 7 дней. Как всегда на таких встречах были вопросы, которые, что называется, витали в воздухе. Их наверняка ждал сам Рустам Мениханов. Тем более, целая волна публикаций и телепередач о проявлениях коррупции в муниципальных районах республики всколыхнула общественное мнение. Что думает на этот счет Рустам Мениханов? Уже везде есть собственники. Остается одно. Или бюджетные деньги, значит, как-то туда муниципальные деньги, значит, или то имущество, которое есть, осталось у государства. Земля, она должна продаваться, предоставляться по конкурсу или по определенному регламенту. Другого нет. Поэтому нам приходится приводить чувства тех людей, которые, как бы, не имеют другие позиции. Значит, по степени их вины или уголовное дело, или, значит, сделка считается ничтежной и все возвращается в доход или на баланс муниципалитета. Поэтому нам придется еще немножко почистить, посмотреть. Главам муниципальных районов все-таки стоит прислушаться к этим словам президента. По крайней мере, тем, кто собирается дальше работать на благо республики, а не на свой карман. Для меня совершенно очевидно, неприкасаемых в Татарстане сейчас нет. Кадровые решения еще последуют. Одно из них, пожалуй, самое очевидное случилось на этой неделе на съезде Совета муниципальных образований Республики Татарстан. Прежнего председателя Ассоциации Совет муниципальных образований Республики Татарстан Минсагита Шакирова, который объявил о досрочном сложении полномочий с формулировкой «по состоянию здоровья», на этом ответственном посту сменил экзам Губайдулин, в недавнем прошлом председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана. Наследство, надо признать, экзаму Саматовичу достается не самое простое. Муниципальная реформа давно назрела, и проводить ее нужно было, что называется, еще вчера. Но есть надежда, что такой опытный управленец, как экзам Губайдулин, с поставленными задачами справится. Михаил Любимов с подробностями. Переходим к голосованию непосредственно к вопросу о досрочном прекращении полномочий с датом Ассоциации Совета муниципальных образований Республики Татарстан Минсагита Шакировича. Решение вопроса, который казался важнейшим на Совете, заняло совсем немного времени. Тот воздух, что можно было резать ножом перед началом голосования, посвежел буквально в считанные минуты. По советующей с главами городов и районов, мы пришли к единому мнению предложить на пост председателя Совета к кандидатуру экзаму Саматовича Губайдулина. Новый председатель Совета муниципальных образований экзам Губайдулин. Глава района, руководитель аппарата президента, председатель Центра избиркома. Это тот человек, что способен понять, чем живут и чем заняты сегодня районы Республики. Позвольте меня поблагодарить во всех за оказанное мне доверие избирания председателя Совета муниципальных образований нашей Республики. Я считаю, что наша задача, моя задача, это оказать содействие муниципальным образованием в решении проблемных вопросов и защитить интересы именно служащих муниципальных образований. И самое главное, все наши действия, они должны быть направлены на повышение качества жизни. Качество жизни. Как раз об этом сегодня и речь. Об этом говорил и президент. Сегодня в Республике действует 37 программ. В следующий год мы планируем пока 38 программ, которые, в принципе, Алексей Валерьевич доложил, не имеют по масштабам аналогов в стране, и я считаю, что это системная работа, которая решает вот те условные проблемы, которые у нас возникают. И самый главный критерий в этой работе – это повышение качества жизни наших граждан, несмотря где они, в какой части республики не проживали, в городе или в селе. На этой неделе мэр Казани Ильсуру Медшин, кстати, на том самом Совете Муниципальных Образований, привел одно очень интересное сравнение. Он сравнил наши госпрограммы с некими новыми дрожжами, на которых поднимается благополучие жителей республики и республики в целом. Это очень интересное, точное сравнение. И ведь это не просто какие-то аморфные вещи. Это вещи, которые вполне себе можно потрогать руками. Вот они, те самые дрожжи, на которых поднимается этот каравай. И каравай этот мог появиться только на гербе и флаге района, название которого в данном случае нам с вами подходит как нельзя лучше. Ведь мы с вами в Дрожжановском районе республики. И вот посмотрите, я нахожусь в одном селе, стою на одном месте, и что я вижу? Новая спортплощадка, новый фельдшерско-акушерский пункт, новая капитально отремонтированная школа. И даже дорога, на которой я стою, тоже новая. Вот они, те самые дрожжи, которые вполне можно потрогать руками. За три всего лишь года в это одно поселение пришли 350 миллионов рублей. Это 100 годовых бюджетов этих нескольких деревень. А раньше такое, конечно, ну и программу, грант выигрывали, как раз ремонт сделали крышей Северского дома культуры. А сейчас посмотришь, все есть, например. Да, для Бога, конечно, жить и радоваться этим программам, которые вот президентская программа есть, например. Это на благо жителей народа радуется, например. В Дрожжановском приграничном районе знают. Приезжают соседи с Ульяновска, с Чувашии и не узнают родной стороны. Почему люди нынче остаются, строятся, вкалывают, стараются на нашей земле? Послушаем снова президента. Главам районов предусмотреть свои меры поддержки, стимулировать развитие, появление этих новых форм, малых форм хозяйствования. Большие коровники – серьезные формы подросшего хозяина. А кто перед нами? Алексей Амосов. Вчерашний хозяин лишь собственного двора, а сегодня хозяин большого фермерского хозяйства. То, что мы видим, государство, то бишь Министерство сельского хозяйства, одобрило, а затем вложилось. Треть затрат понесло именно государство. Оно же помогло в постройке всего остального. Глава вполне уже большого хозяйства Алексей Амосов, у которого теперь 110 голов крупного рогатого, осознает, что вряд ли пошел бы на это, если бы не помощь от казны. Президентская программа и программа Министерхоза стимулируют этому развитию. Потому что раньше, как уже, вроде со стороны государства внимания такого не было, и никто не рыпался, боялся. А сейчас уже народ как-то видит, соседи действительно строятся. Вот ко мне люди приезжают. Как? С чего? Тебя, наверное, все поддерживают. Извините, брат, сто процентов тебе никто не придет, не сделает. Это твое желание и твой труд. Деревня, которая еще вчера была деревней, сегодня уже деревня 2.0. Это и правда некий новый уровень жизни. Сельчане все больше видят и строят, возводят, думают. Горожане не ощущают большой разницы между городом и деревней. К этому мы шли очень долго. Это же говорит о заботе. То есть забота нашего руководства именно о сельчанах. Конечно, когда люди видят, что вот такое отношение, конечно, они по-другому, соответственно, относятся к своей малой родине, к нашей любимой республике. Все реализуется, конечно, большая поддержка, огромная поддержка нашего президента, нашего руководства и то, что они все это делают. И мы воочию видим, своими руками можно потрогать все, что происходит вокруг нас. Благополучие вполне можно потрогать. 37 государственных программ, а в следующем году даже 38. Вот они перед нами, меняющие жизнь, наполняющие ее. И вроде бы все есть, но мы пожелаем новому главе Совета муниципальных образований новых горизонтов. Кажется, об этом и речь. У нас ресурсы есть, потенциал республики большой. Самое главное, нужна именно вот слаженная работа на местах. И в этом, я считаю, в реализации всех этих задач, конечно, большая роль отводится муниципалитетам. Поздравляем вас и с наступающим. Мы с новым полем вашей для деятельности. Михаил Любимов, Хамид Шамсеев и Андрей Мохов. Семь дней. Еще одна тема, которую мы в нашей программе обсуждали чаще других, это, безусловно, тема сохранения татарского языка. Вы все помните, сколько копий было сломано на этот счет, сколько гостей было в этой нашей студии по этой теме, как много было репортажей, в том числе и за пределов республики. Рустам Иниханов еще раз прояснил свою позицию журналистам. Ведь, по большому счету, все учреждения по закону республики, это соответствует федеральному закону, мы должны на двух языках вести все дела производства. Да, у нас есть определенные районы сельские, они ведут. Не во всех районах на уровне аппарата президента, в госсовете вся эта норма выполняется. Когда люди почувствуют, что этот язык нужен, какой бы он национальности не был, русский еще важен, он будет понимать, что этот язык ему пригодится. Я могу одно сказать, что никогда говори никогда. Даже ты не знаешь, какой язык, или какие твои качества, способности в жизни тебе пригодятся. Вот родители принимают решение за своих детей, ему татарский язык не нужно. А может быть, он будет баллотироваться с президента республики Татарстан. Может быть, он будет в такой ситуации, когда ему надо будет общаться с людьми, которые из этой тюркской группы. Допустим, я могу сказать, что я спокойно могу общаться с казахами, узбеками, с турками. Поэтому эта тема такая. Опять-таки, сегодня эта тема нашла логическое завершение. Жизнь у нас длинная. Мы для себя сделали много выводов. Кроме разговоров, нам надо еще сделать свою часть работы. Я думаю, мы будем двигаться вперед в рамках... Но все это должно быть в рамках тех нормативных законодательных актов, которые есть в нашей стране. Мы продолжим через пару минут. Смотрите после рекламы. Историческое соглашение. Компания «Сименс» берется построить в Нижнекамске суперэлектростанцию. О проекте и не только. В эксклюзивном интервью для программы «Семь дней» Рустам Миниханов. В понедельник президент Татарстана Рустам Миниханов принял участие в совместном заседании Кабинета министров и коллегии Министерства внутренних дел по Республике Татарстан. Главный вопрос на повестке дня о реализации мер по повышению безопасности дорожного движения, сокращению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий. Министр внутренних дел Артем Хохорин особое внимание обратил на проблему нелегальных частных перевозок. Он предложил проработать предложения и внести их на федеральный уровень. Во вторник премьер-министр Алексей Писошин принял участие в заседании итоговой коллегии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастро и картографии по Татарстану. За 2017 год ведомством зарегистрировано порядка 600 тысяч прав и сделок с недвижимостью. За отчетный период Росреестр по Татарстану выявил более 6 тысяч нарушений земельного законодательства на территории республики. Алексей Писошин поручил создать в Казани еще 70 многофункциональных центров. Необходимо довести развитие сети МФЦ до установленного Минэкономразвития страны норматива, заметил он. В среду премьер-министр Алексей Писошин принял участие в Татарстанской иранском бизнес-форуме. Выступая с приветственным словом, премьер-министр отметил «Хочу искренне поблагодарить иранских коллег за внимание к развитию сотрудничества с нашей республикой и выразить признательность руководству России и Ирана за поддержку связей на региональном уровне. Иран является одним из приоритетных партнеров Татарстана. У нас давние теплые взаимоотношения». В четверг состоялось 34-е заседание Государственного совета. В работе заключительного в этом году заседания приняли участие президент Рустам Миниханов, председатель Государственного совета Фарид Мухамедшин, председатель правительства Алексей Писошин. Депутаты согласовали предложение президента о назначении Рафиса Бурганова на пост заместителя премьер-министра, министра образования и науки Татарстана. Марат Галеев был избран председателем Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. Парламентарии утвердили бездефицитный бюджет Татарстана на 2017 год. Успешной неделе выдалась для «Нефтехимика». В среду Нижнекамский клуб в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги обыграл Акбар со счетом 3-0. До этого в понедельник также с сухим счетом 2-0 был обыгран хоккейный клуб «Сочи». А в субботу в сухую уже со счетом 4-0 Борис. Три победы подряд позволили команде Андрея Назарова набрать 79 очков в 43 встречах и догнать лидера Восточной конференции Акбарс. Продолжаем 7 дней. Рабочую беседу провел на этой неделе президент России Владимир Путин с Рустамом Менихановым. Президент Татарстана доложил главе государства, как в республике идет реализация майских указов Владимира Путина, как решаются проблемные вопросы обманутых дольщиков и вкладчиков, и что происходит в экономике. В общем и целом, что касается экономического развития, ситуация неплохая. Как дела? Нормально я хотел доложить вам про ожидаемые итоги этого года. Я подготовил несколько презентационных материалов по социально-экономическому развитию, по тем проектам, которые мы в республике реализуем. Мы ожидаем где-то 103% плава и продукт по росту. Региональный, да? Да, 2 триллиона где-то 70. Хорошо, будет повыше, чем в России. Да. Объемы промышленного производства 102. 102 – это 2 триллиона 167 миллиардов. А 5,5% рост у нас по продукции сельскохозяйства – это на 260 миллиардов. Объемы строительных работ мы не упали. Значит, 356 миллиардов рублей. И введем 2 миллиона 407 тысяч квадратных метров рублей. Это по сравнению с прошлым годом примерно столько? Мы 100%. Мы держим вот эту цифру. Но самое главное, составная часть, там где-то 500 тысяч – это доступное жилье для тех категорий, которые идут по нашим программам. Инвестиции в основной капитал – 677 миллиардов. Я думаю, на уровне прошлого года будет. Внешторговая будет 16 миллиардов рублей. Ну и структура нашей увеличивается, обрабатывающая промышленность за счет нашей переработки. Я вот некий анализ сделал. К 2010 году мы по добыче выросли на 10%. По производству дизельного топлива, бензина на 167%. Синтетических каучуков мы производим 725 тысяч – это 142%. Полиэтилен на 120%. Минеральное удобрение, новый завод – это в 6 раз уже. По шинам – 112%. По грузовым автомобилям – 150%. Легковые – 110%. И хотел вам доложить о тех проектах, которые мы в республике реализуем. Это в следующей презентации. Значит, это, прежде всего, наболевшие темы – это дороги. Мы в этом году за счет республиканских программ почти на 28 миллиардов реализовали. Здесь и реконструкция, и ремонт, и дороги с твердым покрытием, дороги для наших фермерских хозяйств. Очень неплохой проект, недорогой. Это ЧПС, то есть это не асфальт, но специальное покрытие для сельских вот этих улиц, где движение не очень большое. Ну и муниципальный дорожный фонд. Огромное спасибо за безопасные и качественные дороги. И да, мы новую категорию, пятую категорию дорог сделаем. Значительно она дешевле, но не нужны огромные какие-то затраты. Это хороший опыт, правильно? У нас вообще она чуть пошее, чем в других странах, но там, где нет интенсивного движения… Нет, никакой необходимости. Нет необходимости, да. Есть стандарт, поэтому мы внесли этот стандарт. Минтранс нас поддержал. Значит, я хочу доложить по нашим программам. У нас вот 37 программ, в следующем году будет 38. Здесь у нас инвестиций всего 44, а за счет бюджетных средств где-то 25 миллиардов. Это капитальный ремонт поликлиники. Я вам докладывал, мы должны за два года полностью все объекты первичного звена поликлиники привести в порядок по стандарту. Значит, капитальный ремонт объектов образования. Мы каждый год ремонтируем школы, детские сады. Это где-то будет под 140 объектов. Общественное пространство – очень хорошая программа. 68 объектов мы сделали почти на 3 миллиарда. Здесь и федеральная поддержка нам была. Ресурсные центры – вот то, что центры подготовки, то задачи, которые вы ставите, рабочие специальности. У нас уже 25 ресурсных центров. Мы еще в этом восьмом году еще 5 ресурсных центров будем делать. Подростковые клубы, детские лагеря. Мы сейчас начали ремонт. Каждый год по 10 лагерей ремонтируем. Объекты культурного назначения. В каждом районе мы обязательно один клуб строим и ремонтируем клубы. Есть проблема дольщиков. Тоже сейчас фонд создаем. Будем помогать землей, инфраструктурой. Есть такая категория. Сейчас вот как раз создается фонд федеральный. Но он как бы на будущее. А вот те, которые оказались в сложной ситуации, мы им тоже будем помогать. Также я вас информировал. Вот проблема вкладчиков. Значит, тоже фонд создан. Мы уже начали выплаты для юридических лиц. Небольших сумм начали. Это тоже работа организована. Итак, движение поступательное, что не может не радовать. А успехи в экономике и в промышленности – это всегда база, основа для реализации социальных программ. Здесь мы тоже видим вектор развития поступательный. Но чтобы сохранить его, важно не снижать набранных темпов. И тут есть еще позитивные новости. На этой неделе в Германии, в Мюнхене, в штаб-квартире немецкого концерна «Сименс» было подписано историческое соглашение между немецкими партнерами и нашим Нижнекамскнефтехимом группой компаний «Таиф». Планируется, что в Нижнекамске к 2021 году будет построена современная электростанция мощностью 425 мегаватт. Стоимость контракта – 352 миллиона евро. Все подробности прямо сейчас. Если и есть города Европы, где новогодние рождественские настроения наиболее ярко, явно выражены, то Мюнхен – один из наиболее впечатляющих примеров. Город музеев и пивоварин в эти дни словно воплощение сказочных снов. Настоящий город мастеров, ярмарка народного творчества. Вот в этих деревянных домиках с яркими фасадами можно купить любой рождественский подарок. Туризм – серьезнейшая статья дохода для Мюнхена, Баварии, Германии в целом. И они одни из лидеров в этом направлении в Европе. Но объективности ради Бавария все-таки более славна своими промышленными традициями. Здесь очень развитое машиностроение, автомобилестроение, химическая промышленность, электротехника. Если бы Бавария была отдельной страной, она легко бы вошла в топ-30 ведущих стран мира по своему ВВП. По площади территории регион практически идентичен Татарстану. По населению в три с лишним раза больше нас. Как и Татарстан, Бавария – классический регион-донор, только в данном случае Германии. Но вот по валовому региональному продукту наши показатели отличаются разительно. Примерно в 20 с лишним раз ВРП Баварии больше татарстанского. Сейчас мы находимся в штаб-квартире компании «Сименс». Это европейский лидер в производстве энергооборудования и приборостроений. Но компания еще известна тем, что она очень активно работает на российском рынке, сотрудничает с российскими предприятиями и компаниями из Татарстана. Президента Татарстана Рустама Миниханова, который прибыл в Мюнхен в сопровождении генерального директора группы «Таиф» Альберта Шагабуддинова, встречает лично президент компании «Сименс» Джо Кезер. Татарстанскую делегацию сопровождает также заместитель премьер-министра Баварии, министр экономики Ильзы Айгнер. Фрау Ильзы объясняет Рустаму Миниханову отсутствие господина премьер-министра Хорста Зейхофера. Он, к сожалению, приболел. «Передайте ему пожелание скорейшего выздоровления», – откликнулся наш президент. И это не просто дежурная вежливость. У лидеров двух регионов действительно сложились очень доверительные дружеские отношения, как результат – рост контактов, связей между компаниями Татарстана и Баварии, которые позже превращаются в конкретные проекты и сделки. В авангарде этих процессов, конечно, предприятия группы ТАИФ, которых связывают с компаниями из Баварии тесные и плодотворные отношения. В июне этого года на Петербургском экономическом форуме компании Линда и ТАИФ подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Именно немецкие партнеры помогут нам в реализации грандиозного проекта строительства олефинового комплекса в Нижнекамске. Кроме того, напомнил Рустам Миниханов, Казань – один из городов, который будет принимать у себя лучшие команды мира по футболу уже в следующем году. Среди тех, кого мы особенно ждем, и действующий чемпион мира – сборной Германии. Сам президент Татарстана со своими футбольными предпочтениями уже определился. Уже в подборочных матчах 27 июня сборная Германии будет играть с Южной Кореей. Ваши места уже забронированы, мы вас ждем, будем болеть за сборную Германии. Я рада, что сотрудничество наших регионов продолжается. Эти инвестиционные проекты – результат совместной работы. Господин президент и наш премьер-министр в этом году довольно часто встречались. Благодаря таким проектам появляются новые рабочие места. Этот совместный проект Таифа и Сименс фрау Ильзе называют историческим. С ней солидарны не только в Сименс и Таиф. Такой же точки зрения придерживается и Рустам Миниханов. Не просто крупный, не просто масштабный, не просто экономически значимый проект, но и уникальный во многих аспектах. Во-первых, будет построена не просто электростанция в чистом поле. Фактически Сименс со своим турецким подрядчиком компании «Энко» берется построить современную электростанцию на базе ныне действующей старой подстанции Нижнекамск-Нефтехима. Во-вторых, мощность нового энергоблока почти 500 мегаватт. Ее слихой хватит, чтобы обеспечить не только действующие производства, но и вновь вводимые мощности Нижнекамск-Нефтехима. Ну и в-третьих, экологический аспект. Во-первых, применяется в данном случае самое современное оборудование, то есть парогенераторная установка. И топливом для данной установки будут являться наши продукты переработки попутных нефтяных газов. И это значительно снизит воздействие на окружающую среду. Сингаз, который раньше просто сгорал или выбрасывался, он теперь будет использоваться для производства электроэнергии. И сами понимаете, собственно говоря, это может удешевить производство продукции и, по крайней мере, гарантировать то, что цикл будет непрерывен. Не будет перерывов в подаче электроэнергии, не будет проблем со снабжением. И в то же время, опять-таки, можно продавать остаток электроэнергии на рынке, тем самым получать какую-то прибыль определенную. Планируется, что через 40 месяцев после подписания контракта, то есть в 2021 году, автономная электростанция в Нижнекамске заработает. Впрочем, хорошо известно, что Таиф и Сименс умеют сдвигать контрактные сроки, что уже не раз доказывали. Инвестиционная стоимость оценивается в 352 миллиона евро. Но специалисты уже сейчас отмечают, что проект сулит обеим сторонам большие выгоды. Для Сименса она очевидна. Татарстан и Нижнекамск нефтехим получают не просто очередной современный энергообъект, но и конкурентные преимущества по сравнению с другими регионами. Собственный, с экологической точки зрения, выгодный энергоблок, который будет встроен в единую энергосистему страны. Это конкурентная возможность выходить на рынок. Сегодня энергетические мощности должны быть очень конкурентными. И то, что Таиф делает в Казани, в Нижнекамске, это повышает ее конкурентность. Предшествовала заключению контракта очень серьезная работа по рассмотрению технико-экономических показателей. В целом данный проект окупаемый и вписывается в концепцию как очень выгодный для нас проект. В ходе короткого визита в Мюнхен у Рустама Мениханова нашлось всего несколько минут, чтобы проникнуться атмосферой рождественской сказки в Германии. Тем не менее, опыт Рустам Нургалеевич оценил, о чем поделился с нами. В эксклюзивном интервью для программы «Семь дней». Нужны места, куда могли люди приходить с семьями, с друзьями, купить какой-то сувенир, покушать, немножко выпить. Я думаю, что у нас больше игровая тематика, а тематика, связанная с обслуживанием, с питанием, она немножко у нас отстает. Я думаю, что такой опыт нам надо перенимать. Все-таки Новый год – это праздник, семейный праздник, праздник друзей. И, конечно же, мы будем использовать то, что в Европе так красиво все-таки делают специальные площадки. Контакты с нашими партнерами из Германии нужно развивать и дальше, отметил Рустам Миниханов. Тем более, динамика этих отношений положительная. По итогам 10 месяцев текущего года наш товарооборот в Германии вырос на 80%. Основной вклад в него внесли как раз контакты с промышленными компаниями Баварии. Особую роль в этом процессе играют проекты группы ТАИФ. Это судьбоносные проекты. Проекты Тилен-600 – это вообще главальный проект для всей нашей страны. Однозначно проект, который сегодня подписали. Это, во-первых, это и улучшение экологической обстановки. Это и конкурентность электроэнергии. Это и воспроизвождение природного газа для производства водорода. То есть здесь позитивных моментов очень много. Но и самое главное, любой проект должен быть экономически целесообразным. Это очень перспективный в экономическом плане проект. Татарстан всегда славился миром согласием, независимо от национальности, от вероисповедания. Вот сохранить вот эти традиции и, конечно же, хорошая экономическая ситуация будет залогом для развития нашей республики. Тимур Бекмурдин и Андрей Кузьмин. Семь дней. К другим темам. Льготы есть, лекарств нет. Еще летом Владимир Путин отметил, что проблема доступности бесплатных препаратов остается одной из самых острых. Прошу правительства уделить решению этой задачи с самой пристальной вниманием. Цитируют слова поручения президента ТАСС. Для понимания картины статистика. В июле Общероссийский народный фронт при поддержке Организации движения против рака и Всероссийского союза пациентов провел опрос среди льготников. В нем приняли участие 789 человек из 71 региона России. По данным мониторинга, из-за отсутствия необходимых препаратов, 72% респондентов вынуждены покупать их на собственные деньги. А 65% опрошенных обращаются с жалобами на нехватку льготных лекарств. Специальные ведомства. На дворе сейчас уже Новый год, а звонки от региональных и федеральных льготников из Татарстана в нашу редакцию продолжают поступать. В этой программе мы хотим обратить внимание на проблему именно онкологических пациентов. Детали в репортаже Сергея Темлякова. Три раза в октябре, 9 октября я помню, 1 ноября и 8 декабря обратились мы, и они вот все три раза помогли нам. Огромное-огромное им спасибо. Наиля Ямалудзинова отмечает, только после обращения в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения, она получила положенный ей как федеральному льготнику жизненно необходимый препарат. Вынуждена, говорит, женщина была обращаться аж трижды за последние три месяца. И называет причину. Почему? Выписали мы в Казани лекарства, но в аптеку, когда пришли, нам сказали, что ждите 2-3 месяца. Вот оно лекарство это. Здесь 30 таблеток. Вот эти 30 таблеток на 30 дней хватает. По одной таблетке, в день она маленькая такая таблетка. Наиля 36 лет преподает в школе в Набережных Челнах. Обучает мальчишек и девчонок немецкому и французскому языкам. Говорит, страшный диагноз, рак молочной железы ей поставили в этом году. Прошла флюорографию. Рентгенолог направил к онкологу. Первый раз отмечает педагог, когда врач назначил лекарство, нельзя было терять ни минуты. Собрать деньги на препарат ей помогли родственники, выпускники, ученики и коллеги. Оно дорогое за 90 тысяч 345 рублей. Прерывать прием препарата нельзя, заверяет нас женщина. В первый раз помогли добрые люди, в три других – надзорный орган. В конце декабря, говорит Наиля, она вновь идет на врачебную комиссию, где должны выписать льготный рецепт на следующий месяц. Женщина очень боится опять услышать в аптеке знакомое до боли слово «Ждите». Хочется жить ведь, вот, все-таки мне еще 59, только я всю жизнь, вот, говорю, только школа, дом, дом, школа. Больше ничего не видел, даже на больничный не ходила. С 27 октября мой рецепт лежит в аптеке, лекарства нет. Стоимость не маленькая для меня, 8560 стоит упаковка. Это почти вся пенсия по инвалидности, заверяет нас Ляйсан. У нее аналогичная беда, как у Наили и похожий диагноз. Раз в 28 дней ей нужно делать жизненно важный укол. Врач выписал препарат «Заладекс». Я федеральный льготник, инвалид второй группы, да, мне положено это лекарство бесплатно. В том году у меня была такая же ситуация, в ноябре месяце мне пришлось купить препарат для химиотерапии, который стоит 62 тысячи, потому что была такая же проблема. Сказали, что его нет, что бюджет исчерпан. Направляемся в аптеку, чтобы на месте определить масштаб проблемы. К нам в редакцию звонят, говорят, что лекарств льготникам нету за «Латекс». Действительно ли это так? Оригинальный, федеральный. Федеральный? Да, если нет, мы же оставляем на очередь. А очередь у вас большая? А? Очередь большая сейчас, на данный момент? Нормальная. На просьбу расшифровать понятие «нормальная очередь» фармацевт кого-то зовет и говорит, сейчас вам объяснят. Снимали сегодня женщину, она говорит, что три месяца ждет. Врет? Нет, такого не может быть. Врет? Ну, такого не может быть, потому что... Ну, то есть она нам врет, получается, на камеру? Ну, не то, чтобы врет. Почему врет? Просто, возможно, были такие случаи, что мы же с онкодиспансером работаем в честном контакте. Если какие-то проблемы у человека, либо какие-то проблемы, всегда решаем. А у вас только по «Золотексу» очередь, или еще есть ряд препаратов? Пока нет, вот только «Золотексу». Если мы говорим об обращениях от онкологических больных, то это, конечно же, препараты, предназначенные для проведения химиотерапии. Так как внедряются новые передовые методы лечения, отмечает Гульнас Сайфулина. Вместе с начальником отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Татарстану составляем рейтинг обращений граждан в этом году. От онкологических пациентов поступило 58 жалоб. Чаще всего жители Татарстана просили помочь получить препараты герцептин, эреса, имотениб, бусерелин, золодекс. Ну, в месяц в среднем где-то, наверное, 5-6 жалоб от онкологических больных. Если говорить о статистике, конечно же, есть отдельные пациенты, которые обращались не один раз в течение этого года. Таких пациентов у нас вот два. Срочно нужен препарат герцептин, просьба помочь. Герцептин, конечно же, у нас по рейтингу обращений по препаратам он стоит на первом месте. Всего за 11 месяцев этого года в Управление поступило 330 жалоб как от региональных, так и от федеральных льготников. В связи с тем, что определенные проблемы сохранились и имели место быть и в дальнейшем, в отношениями здравоохранения Татарстана территориальным органам Росздравнадзора было выдано 8 предостережений о недопустимости подобных нарушений. И одно предостережение, оно касается вопроса обеспечения онкологических пациентов. Информацию о том, сколько жалоб на лекарственное обеспечение поступило от онкологических пациентов на горячую линию, в Министерстве здравоохранения нам не предоставили. Вот 2003 год, мы когда начинали работать, у нас в онкоотделении было 25, самое большее было 30 детей. Сейчас 7-75. Вот за 15 лет видите, какой рост. Основатель Казанского хосписа Владимир Вавилов отмечает. Проблема в целом по России заключается в том, что онкологических пациентов становится все больше и больше. За 5 лет на 47% выросла только первичная детская онкология. Сейчас фонд имени Анжелы Вавиловой объявил сбор денежных средств на дорогостоящие лекарства для четырех детей. В фармкомпании пользуются тем, как на кладбище. Человеку некуда деваться, люди себя дерут бабки. Это бизнес на крови, я вот это называю так. Надо разрабатывать отечественные препараты, надо двигать науку вперед. Опять на это нужны деньги. И какое-то время. Вот и все. И мы из этого замкнутого круга не можем никак вылезти. Сергей Темляков, Андрей Мохов. 7 дней. На этой неделе победителей конкурса «Золотая сотня» чествовали в Казани. Наш канал стал генеральным информационным партнером этого мероприятия. Тот же творог, якобы творог, это творожный продукт, как мы с вами видели, они прям намеренно обманывают людей. Успешные в своем деле с активной гражданской позиции. Когда глава фермерского хозяйства Елена Белоглазова вместе с нашей съемочной группой вышла на рынки Казани, чтобы изобличить недобросовестных продавцов и производителей, не все они сразу ее поняли. Отдельные чиновники даже обиделись, исключив КФХ из различных комиссий по качеству. Зато народная молва добавила белоглазовая авторитета, а ее продукция заняла достойное место на прилавках крупных торговых сетей. Общественное признание всегда приятно. Для предпринимателя в том числе, говорит Елена. Поэтому победа в самом престижном в республике конкурсе среди малого и среднего бизнеса «Золотая сотня» дорогого стоит. Это нужно, это необходимо для того, чтобы каждый предприниматель чувствовал свою нужность. Просто действительно каждый из поздравляющих говорит о том, что они понимают, какая сложная ситуация, и что каждый предприниматель – это скорее герой, это скорее вице. То есть как только нас сегодня с мальчиками, храбрыми зайцами называли. Как минимум здесь смелые мужчины и женщины, потому что именно трудами таких людей движется и общество, и страна. Сотня лучших предпринимателей по 10 в 10 номинациях. Лучшие в производстве, в сельском хозяйстве, инновационной сфере, в строительстве, на транспорте, сфере услуг. Отдельные номинации для молодых предпринимателей. Свои 19 Эльнас Гайдельшинов уже знает бизнес, его призвание на всю жизнь. Занимается юридическими услугами через интернет. Участие в этом конкурсе – это наиболее такой имиджевый статус носит. И при работе с B2B рынком, то есть при работе с бизнесом, это будет нести некий такой знак качества. «Золотая сотня» – это является примером популяризации предпринимательства. Мы каждый год обращаем внимание, и не только сегодня, но и вообще стараемся каждый день обращать внимание на этот благородный труд людей, которые создают рабочие места не только себе, но и другим. Почему такая атмосфера? Это благодаря тому, что живем и поддержкой со стороны нашего президента Минихана уйдет. За неделю до Нового года пожелание к предпринимателям одно – не терять присутствие духа и финансового благополучия. Чтобы все сложилось и в семье, и на работе, и главное – удачи, удачи, еще раз удачи. Потому что на «Титанике» все были богатые, все были здоровые, а удачи не было, понимаете. Это была программа «Семь дней». Я Тимур Бекмурзин. Всем прекрасного предпраздничного настроения, удачи в делах и финансового благополучия и всего наилучшего. Встретимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова